На этой неделе представители Общественного Совета МВД России по Тверской области посетили Тверской государственный технический университет. Об истории легендарного вуза общественникам рассказал директор созданного здесь музея, полковник запаса Николай Александрович Абраменко. Не все знают, что первоначально политех именовался Торфяным институтом и год его рождения 1922. Перед войной уже был выпущен 941 инженер-торфейник. Это, конечно, здорово. В музее, который признан одним из лучших на Верхневоргской земле, собраны уникальные экспонаты вековой истории ведущего российского вуза. Сюда ежегодно перед началом занятий приходят первокурсники, которые должны знать, где им предстоит учиться и гордиться достижениями педагогов и выпускников технического университета. Член общественного совета УМВД, проректор технического университета Фаяс Пашаев приглашает общественников на вновь открывшуюся военную кафедру. Теперь она существует в политехе в статусе военного учебного центра. Встречает гостей начальник центра полковник Николай Баранчиков. Мой заместитель майор Битровеев, а мастер Станбекович. Первые студенты, слушатели центра приступили к занятиям с 1 сентября этого года. Подготовка в учебном центре ведется в интересах главного командования Воздушно-космических сил России. Готовят три взвода по 36 человек. Два из них выпускают сержантов запаса. Обучаются по следующим военно-учетным специальностям. Это авиационные механики, беспилотных летательных аппаратов, а также командиры отделения и командных пунктов. Сержантам запаса предстоит учиться два года. Полтора солдатам запаса по специальности оператор зенитных ракет большой и средней дальности. В былые годы вся сильная половина студентов политеха проходила военную кафедру. О чем сложено немало легенд. Сейчас обучение в военном центре исключительно по желанию. Никто никого не принуждает, изъявляют желание и уже в процессе конкурсного отбора, если успешно проходят все испытания, соответственно зачисляются в военно-учебный центр. То есть тут еще надо конкурс пройти, выдержать экзамен определенный? Однозначно, однозначно. Отбор строгий, такой же, как и в любые военные вузы. Проходит медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор. И в последующем уже анализируем их текущую успеваемость. Все в совокупности уже дает характеристику каждому студенту. И используя определенную систему рейтинга, мы отбираем лучших. Даже не верится, что всего несколько месяцев понадобилось преподавателям центра для обустройства учебных классов. Практически все здесь сделано руками преподавателей. Начинали с нуля, ведь военная кафедра политеха закрылась в 2008-м. Заходим в комнату хранения оружия. Здесь находятся автоматы, пистолеты, саперные лопатки и костюмы общевойсковой защиты. Здесь у нас располагаются автоматы АК-74 в количестве 306 единиц. Ранее данное оружие было боевым. А это класс огневой подготовки. Звод в полном составе. После получения оружия может здесь отрабатывать именно элементы сборки-разборки автомата. Но особенно впечатлил гостей электронный тир и возможность пострелять из автомата и пистолета. А это класс обучения авиационных механиков. А вот и объект изучения. Беспилотный летающий аппарат. Он выполняет задачи в основном разведки, ведет оптическую инфракрасную разведку. Будущие выпускники военного центра осваивают крайне необходимую современной армии профессию. Не случайно конкурс на обучение в центре более двух с половиной человек на место. Ранее не было освоено. Готовились только операторы. А ремонтом занимались именно представители завода. В настоящий момент мы готовим именно авиационных механиков. Все в стенах военного центра политеха подчинено армейской дисциплине. Обучение пока один раз в неделю. Численность преподавательского состава невелика, но это только начало. В конце обучения все студенты убывают на 30-дневные сборы, которые будут проводиться на базе одной из воинских частей. Чистота, порядок и огромная информационная насыщенность. Славная история военной кафедры политеха получила достойное продолжение. Военное дело, скажем так, в стране живет. Я не специалист в воинских специальностях, но вижу то, что произошло сегодня после закрытия военной кафедры. Это впечатляет. Впечатляет деятельность этих людей, этих офицеров, которые стоят во главе этого всего. И есть уверенность, что мы победим. Продолжение следует...